Настоящий музыкальный спектакль. Пусть не с профессиональной, но от этого с не менее интересной и заразительной игрой актеров. Русская народная сказка про соломенного бычка в детском саду номер 15 «Колокольчик» в микрорайоне Чикаловский очередной раз прошла с оглушительным успехом. Сможен липкой, смолой. Ждешь такого невозможно, уже добрый липнуть можно. Никого я не боюсь. Ребята из старшей группы «Ромашка» играют спектакль не первый раз. И вообще, практика подобных постановок в этом детсаду регулярная. А занятия актерским мастерством и музыкой, по мнению воспитателей, развивают детей как нельзя лучше. У нас есть кружок «Цветик-семицветик». Он существует давно уже в детском саду. В общем, мы показывали уже очень много разных сказок. И, как правило, эти сказки достаточно большие по объему. С песнями, с танцами. И воображение у детей развивается, когда они играют образы. И речь, и память. Надо отметить, что музыкальное сопровождение спектакля – авторское творчество Тамары Шороховой. В этом спектакле не было музыкальных номеров, таких как «Ручеек», потом стадо пасется, коровки. Потом, значит, ну да, в общем-то, практически это. Чтобы задействовать всех детей, я придумала такие вот сюжеты. Премьера спектакля «Соломенный бычок» состоялась еще в марте. Тогда, по словам родителей, впечатления были ярче. Однако от раза к разу постановка становится все сыграннее. Я этот спектакль вижу уже второй раз. Первый раз они нам приготовили подарок на 8 марта. Вот это было самое яркое впечатление. Дети старались, воспитатели старались. Прямо все прекрасно. Сейчас, может, они и переживали, видят камеру дети. Ну, в принципе, дети молодцы. По окончании спектакля мы решили пообщаться с труппой маленьких артистов, чтобы они нам рассказали, как прошла их сказка «Соломенный бычок». Эта сказка хорошая для добрых. А кто вот волнуется из вас, когда выходит на сцену? Ну, потому что много зрителей тут. И одной выступать на сцене страшно. Да? Ты-то вообще у нас главный герой. Ну... Тебе тяжело было вообще? Ну, нет. Мне было легко. А что тебе было легко? Ну, пять песен, там, разговаривать слова, учил дома. Иногда у нас не получалось говорить правильные слова. Ну, скажите, кто из вас себя чувствует настоящим артистом? Я. Я. Вы все настоящие артисты, да? Да. И поэтому мы очень много работали на излече. Наслаждались творчеством юных артистов Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...